Люди, о которых говорят и которых с удовольствием слушают. Настоящие профессионалы и интересные собеседники. В прямом эфире «Народной волны» с Игорем Цесарским. Ну и как вы уже, наверное, догадались, в эфире радиоблог с Игорем Цесарским. Здравствуйте, Игорь. Добрый день, Серёжа. Добрый день, уважаемые радиослушатели. Итак, очередной выпуск радиоблога. Сегодня 14-е. Насколько мне помнится, декабря, понедельник. Ну, 14-е декабря – дата, которую, в общем-то, все ждали. Это просыпайтесь, выборщики, делайте свою работу. А мы посмотрим, как вы, гады, её сделаете. Ну, в общем, тем для разговора много. Собеседник у меня – мой коллега, мой тёзка, мой товарищ. Из славного некогда города Бостона. Журналист-политолог Игорь Тюфельд. Игорь, привет. Привет, привет, привет. Вот, ну, как ты понимаешь, первое, что у тебя я должен спросить, учитывая, что с утра ты, естественно, просматриваешь все новостные ленты, которые только есть в этой стране, ну, может, ещё в сопредельных каких-то странах, так сказать, от твоего внимания наверняка не эта информация по Китаю, не пропущено, да, то есть ты видел интересную публикацию в Sky News, да, о том, что два миллиона китайцев задействованы, но об этом уже написала наша, наша, боевой наш друг Лена Пригова. Но, тем не менее, давай всё-таки с выборщиков начнём. Что сегодня происходит? Прежде всего, мне кажется, надо начать с отчёта, который был опубликован вчера, вчера вечером. Это отчёт на 23 страницах. Результаты криминологической экспертизы системы Доминьон, несколько компьютеров системы Доминьон в штате Мичиган. Эту экспертизу проводил Рассел Рамсленд, организатор и совладелец компании, которая называется Light Security Operation Group, то есть союзная организация по обеспечению безопасности. И они пришли к выводу, как он бы ты думал, интересно. Кто бы ожидал вообще? Кто бы, да. Но это всё равно неправда, скажут наши друзья. Во-первых, они уже это не только не скажут, они это и не покажут. Ну и не покажут. Как известно, да. А подумаешь, какая это экспертиза. 9 декабря все программы, посвящённые мошенничеству на выборах, запрещены. Правильно. Консультура в действии. Консультура в действии. Она уже давно в действии. Так вот, выводы такие, что эта компания установила, что программное обеспечение машины Dominion и сама компьютерная система Dominion разработана и сделана с интересными добавками, которые очень легко позволяют создать ошибки мошенничества и махинации во время подсчёта голосов и пересчитать эти голоса в любом удобном варианте для тех, кто занимается этим подсчётом. Я сделал только такую маленькую выжимку из этого, потому что отчёт огромный, 23 страницы. Ну а теперь, как говорится, футбольный мяч на стороне поля противника, будем смотреть, что будет продолжаться дальше. В это время... Они его шилом проколят и скажут, что мяча не было. Всё. Ты что, не знаешь, как это делается? Ну, они могут сказать всё, что угодно, но это как бы ещё не всё. Я хочу продолжить. Вот в данный момент... В Аризоне проходит слушание в Сенате. И, как известно, я видел заседание этих комиссий при участии Рудольфа Джулиани и Джены Эллис, адвокатов Трампа. И видел и слышал выступления свидетелей, которые давали свои показания под присягой. После этого также выступали члены Сената штата Аризоны и говорили о том, что они ни в коем случае не допустят, чтобы все махинации, которые они услышали и увидели, на этом заседании будут использованы для того, чтобы штат отдал свои голоса, свои 11 электоральных голосов в пользу Байдена. Вот сейчас по этому поводу проходит заседание, слушание, и, собственно говоря, сегодня к вечеру, надо полагать, они закончатся. И тогда штат Аризона заклеит результаты своего внутреннего голосования в конвертик, который будет отправлен в Сенат Соединенных Штатов Америки и будет скрыт официально 5 или 6 января следующего года. А вскрывать конверты будет вице-президент Майк Пенс, он же председатель Сената, как положено по конституции вице-президент, всегда является председателем Сената. Так что вот то, что происходит на данном этапе, но я хочу напомнить, что перед 6 января будет еще одна дата на этой неделе, кстати говоря, 18 декабря. Что это за дата? А дата очень даже, очень даже хорошая. Со всех сторон. Кроме того, что это последний день Хануки, когда, собственно, и должно произойти чудо, как мы знаем, то этот день, когда истекает 45 дней в соответствии с актом от 2018 года, актом о безопасности, я напомню, о чем говорит этот акт, в течение 45 дней после окончания выборов все представители разведывательных служб правоохранительных органов должны доложить председателю всех этих организаций Рансферду о своих выводах. И выводы касаются непосредственно участия иностранных государств в выборах 3 ноября сего года. Так что на основании этих выводов, на основании этих показаний и результатов следствия президент имеет право принять определенные меры. Если будет доказано, если разведывательные службы и правоохранительные органы предоставят достаточно доказательств для того о том, что были серьезные вмешательства нарушения избирательной системы в избирательную систему саму, в выборы, в голоса, в компьютерные системы. Ну, в общем, здесь можно перечислять до бесконечности. На самом деле уже на сегодняшний день мы знаем, что в выборы вмешивались Иран и Китай. А насколько это отразилось на результатах выборов, мы узнаем более конкретно в конце этой недели. Я не уверен, что 18 числа, когда об этом узнает президент, эти данные будут обнародованы. Но я думаю, что особой задержки с этим не должно быть, потому что все, что сейчас происходит, как бы время, работает против Трампа, поэтому вся информация, которая поступает к нему, буквально в течение 24 часов попадает в прессу. С учетом того, что пресса тоже уже начала цензурировать президента, то для того, чтобы это достигло широкой публики, потребуется еще больше времени. Но, тем не менее, эта информация не будет столько работать на публику, как, наоборот, станет рычагом для возможных действий со стороны президента Трампа. А в этой связи я хочу добавить еще одну интересную вещь о том, что дело расследования прокуратуры Делавера в отношении сына кандидатов в президенты, потому что для меня он еще остается кандидатом, даже неизбранным, потому что я не считаю, что эти фальшивые голоса и махинации могут говорить о победе того или иного кандидата. Есть определенные интересные факты, которые мне хотелось бы поделиться с нашими радиослушателями и зрителями и со всеми, кто будет смотреть эту программу позже, через день, через два, через неделю. Дело в том, что на самом деле генеральная прокуратура во главе с небезызвестным Вильямом Барм начала расследование против Хантера в мае этого года. Но тем не менее генеральный прокурор, он же министр юстиции Барм, решил не обнародовать эти средства. Сейчас интересно его объяснение. Он сказал, что я решил не придавать огласке информацию о начале расследования в отношении Хантера Байдена по одной простой причине. Я не хотел, чтобы эта информация каким-то образом приобрела политическое значение и повлияла на исходы выборов. Но тут у меня, естественно, как и у многих наших зрителей, возникает вопрос. А то, что он не сообщил об этом, то, что он утаил эту информацию, это разве не оказало влияние политического на исход выборов? Я думаю, что в этой ситуации просто так рассуждаю, что если бы многие избиратели знали бы о том, что происходит, что это не фейк ньюс, как это пытались представить наши дорогие и любимые средства массовой информации в объеме 92%, то они бы, возможно, вообще не пришли бы на избирательный участок. Ну, допустим, они не любят Трампа. Я могу понять, что есть такие люди. Причины я сейчас обсуждать не буду. Их есть, их немало. Но с другой стороны, если люди действительно борются за какие-то принципы, американские принципы, которые, в общем, присутствуют в этой стране в течение почти 250 лет, 244, если говорить точно, то они бы тоже, наверное, не стали бы голосовать за кандидата от демократической партии, зная, насколько он и его сын повязаны с Украиной и Китаем. Тем более, что, в общем, эти страны, если Украину еще можно как-то оставить в стороне, это личная какая-то выгода, в принципе, можно говорить о том, что Украина в какой-то степени даже является союзником Соединенных Штатов, по крайней мере, в одной лодке мы плывем, то Китай уж никак к этому нельзя привязать. То есть, это страна, которая входит в список людей, враждебно настроен по отношению к Соединенным Штатам Америки, не только по идеологическим мотивам, как все знают, это коммунистическая страна, совершенно враждебная идеология, и кроме всего прочего, все, что произошло за последний год, я имею в виду вирус и экономическую войну, которая ведется с Китаем, говорят о том, что уж никак нельзя причислить Китай к нашим, по крайней мере, почитателям, я не говорю друзьям, поклонникам, но по крайней мере почитателям, более того, очень много информации о том, что Китай, ну даже хотя бы, собственно говоря, коммунистическая идеология уже все объясняет, тут не надо делать никаких дополнительных разъяснений, говорит о том, что это, в общем, страна, с которой, ну никак, никак нельзя вести никакие дружеские отношения, иметь дружеские отношения, как это сделал сын Байдена и, возможно, сам Байден. Кроме всего прочего, стоит, конечно, упомянуть и о братье, родном брате Джо Байдена, который тоже замешан во всю эту историю. И вот вопрос генеральному прокурору, как так, если информация опубликована, это оказывает влияние на выборы, а если она умалчивается, она не оказывает влияние на выборы, и какое влияние на самом деле больше, я думаю, что если бы информация была опубликована, то, по крайней мере, объективность выборов была бы более значима, чем сейчас, потому что на данный момент, я не знаю вообще, есть ли в Америке люди, которые верят в то, что выборы проходили без махинации, без жульничества, без подтаскивания, голосовки, голосов. По-моему, даже те, кто ненавидит Трампа, уже в этом убедились, и просто у них есть оправдание, у них есть оправдание, которое было основано на четырехлетней информации, которую сливали большинство, 92%, о котором я говорю уже не первый раз, и выставляли Трампа в таком виде, что эти люди, которые видят, что махинации были, и от них невозможно никак отмахнуться, считают, что для того, чтобы сместить президента Трампа, любые способы и методы хороши. Да, ну, Трампу впору сказать, и ты бар, и далее по тексту, да, ну, знаешь, я думаю, что бар все-таки так сказать, плоть от плоти Типстейта, поэтому ожидать от него подвигов там Александра Матросова, который бросается на амбразуру, если кто-то и ждал, то это вряд ли имело смысл, потому что в принципе все, все равно понятно, его, и его, и действия, ну, многих вполне себе республиканцев, которые, в общем-то, абсолютно уже списали, можно сказать, президента, он не хромая утка, но они, для них, он хромая утка. Я бы не стал преувеличивать количество республиканцев, а на самом деле их не так много, и в отношении бара, я думаю, что здесь что-то другое, я думаю, что на него просто нашли какой-то очень-очень сильный компромат, его как-то... слушай, а на верховных трех новых судей, которые в подаче Трампа ими стали, тоже нашли компромат на каждого из них? Нет, Причем здесь три судей? Во-первых, если ты говоришь о пятничном решении верховного суда, то тут у меня тоже есть кое-какие мнения. Да, и приснение. Во-первых, начнем с трех судей, если ты сказал, а судей кто? А три судьи, да, а три судьи. Кстати, говоря, из этих трех судей, Горсич в принципе не испытал того, что испытал Кавано и Барретт. Ну он... Подожди, кто его представил в суд верховный? Его представил Трамп, но я сейчас о том, что то, что происходило с Кавано и с Барретт, это вообще не подлежит никакому разумному объяснению. А в этом отношении, собственно говоря, можно же говорить еще и о суде Лита и о Томасе, который тоже консерваторы, там, Бушик представил и так далее. Но все дело в том, во-первых, мы до сих пор не знаем, и я не уверен, что узнаем когда-либо о том, кто голосовал против, кто голосовал за. Эта информация не опубликована, так что вполне возможно, что кто-то из этих трех судей голосовали и за принятие этого решения. С другой стороны, я разговаривал с адвокатами, вот я уже говорил, что у меня есть мой очень близкий друг, я тоже в Нью-Йорке, адвокат, и, собственно говоря, многие считают, что решение Верховного Суда справедливо. Объясню, почему. Дело в том, что, во-первых, то, что мы обсуждали уже в пятницу, о том, что Верховный Суд не может допустить юридического прецедента, когда один штат судит четыре других штата за нарушение конституционных прав. То есть, как мы знаем, в Америке система не централизована, в Америке нет вертикали власти. В Америке каждый штат имеет свои собственные законы. И, допустим, даже в каких-то там мелких нарушениях, там, допустим, кого-то в одном штате лишили права за превышение скорости, а в другом штате это недействительно. Так что, в связи с этим можно сказать, что, в принципе, само требование Техаса с юридической точки зрения имело определенные изъяны. Почему? Я сейчас объясню. В принципе, Техас не является тем штатом, которому выборы в четырех штатах, на которые он подал суд, то есть Мичиган, Пенсильвания, Висконсин и кто там четвертый? Мичиган, Пенсильвания, Висконсин и Джорджия не причинили никакого ущерба Техасу на данном этапе. То есть, в принципе, там, допустим, если кто-то нарушил что-то на территории Техаса и виновник этого житель одного из этих четырех штатов, то тогда можно говорить о каких-то судебных претензиях. В этой ситуации другой штат в принципе не имеет права диктовать условия другим штатам. Это должны были делать именно представители юридических каких-то компаний или органов этих штатов. Окей, резон понятен, но почему тогда столько исков было внутри, которые извне, как ты говоришь, сейчас пришли и в Пенсильвании, и в Мичигане, и в Вискансине рассматривали? Я еще не закончил. А, ну, закончил. Значит, с юридической точки зрения, опять же, я не имею юридического образования, но мои друзья объяснили, что с юридической точки зрения гораздо сильнее выгляделы бы претензии, предъявленные от человека или от организации, которые нанесли ущерб выбору. То есть, скажем так, Техас, чисто теоретически, любой штат Соединенных Штатов Америки, чисто теоретически мог подавать подобный иск после того, как новый избранный президент проходит инаугурацию, то есть, после 20 января. Тогда уже речь идет не о штате, а непосредственно о государственном деятеле, который руководит всеми штатами. Ну, хорошо, но уже тогда поздно боржом и пить. Правильно, это абсолютно верно. Но в этой ситуации, кстати говоря, эта информация, которую я услышал от своих друзей, она поступила сейчас из Белого дома. То есть, Трамп решил подать в Верховный суд иск на 4 или 6 штатов, добавим еще Неваду и Аризону, четырем перечисленным нами, и тогда это уже будет совершенно другой юридический прецедент. То есть, когда человек, который непосредственно пострадал от выборов, от махинации выборов, то есть, это приобретает совершенно другую юридическую силу. И, кстати говоря, далеко не все иски Верховного суда отвергнуты. Там есть еще несколько исков, плюс еще вот этот новый иск в отношении доминистов, который тоже будет подан в ближайшие дни. Подожди, подожди, иски, иски, есть, времени нет, и у нас времени нет, мы должны уйти на рекламу. Люди, о которых говорят и которых с удовольствием слушают. Настоящие профессионалы и интересные собеседники. В прямом эфире Народной волны с Игорем Цезарским. Продолжаем нашу программу и в этом сегменте мы открыты для приема звонков. Если я не ошибаюсь, Игорь, готовы принимать звонки? Да, я только напомню, что с нами Игорь Туфель из Бостона. Слушаем вас. Добрый день. Пожалуйста, вы в эфире. Алло, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вот один из возможных выборщиков из штата Аризона Каким же они могут образом изменить избрание электор-президента Байдена предположим, да, еще? Если он сегодня уже гарантирован получить 270 голосов выборщиков. И второй вопрос, как производится отбор членов, кандидатов в членов Верховного Суда? И каким образом пять раз Байден получил демократов в республиканской школе Котича, Кавана и в том числе Барри и Сейшнса. Спасибо. Игорь, пожалуйста. Я начну со второй части вашего вопроса, вернее, со второго вопроса, потому что они не связаны. У президента Соединенных Штатов Америки есть привилегия назначать судей Верховный суд. А это происходит после того, как кто-то из данного состава суда или уходит в отставку по собственному желанию или по состоянию здоровья, или умирает, как это было последний раз, судьей Гинсбург. Вместо нее президент назначил Эйми Барретт. По каким принципам? Я думаю, что прежде всего по принципам профессионализма. И в общем на данном этапе никаких претензий к двум последним судям Кавано и к Барретт в отношении профессионализма не было, находились какие-то другие причины. Я просто напомню, что судью Кавано обвинили в том, что когда он учился в старших классах, он пытался поцеловать девочку на одной из вечеринок. И за этот невинный поцелуй, который даже и не состоялся. И вообще неизвестно, был ли он, имел ли место, был ли мальчик. Как говорится, его вызвали на ковер и в течение трех дней обсуждали его моральные качества и задавали ему вопросы. И собственно говоря, такие вещи происходили. Я имею в виду, что назначение верховных судей это привилегия президента Соединенных Штатов. Если у власти находится республиканец, естественно, он предпочитает избрать людей, которые по идеологическим соображениям больше подходят ему. Но профессионализм все равно это самое главное. Так же, как и представители демократической партии избирают судей, которые ближе им по их идеологическим соображениям. Но, опять же, повторяю, в том и в другом случае, профессионализм является главной причиной для выбора судей. Теперь второй вопрос в отношении Аризоны. Аризона, да, это 11 голосов, но мы говорим не только об Аризоне, мы говорим еще о пяти штатах, включая Неваду, Пенсильванию, Джорджию, Мичигану, Висконсину. И в общей сложности эти шесть штатов насчитывают 72 электоральных голоса. Без Невады и без Аризоны, ну, соответственно, очень простой подсчет, 72 минус 16 получается 56. Так что в этой ситуации, если считать то, что мы видели по телевизору до того, как электоральный колледж проголосовал, это вообще не имеет особого значения, тем более, что речь идет о судебных исках, которые продолжают поступать, и как я уже сказал, 18 декабря это тоже достаточно важный день, так что возможен такой вариант теоретически, что если голоса этих штатов будут аннулированы, а речь идет именно о том, о десертификации этих голосов, которые были одобрены губернаторами, по тем или иным причинам, я сейчас не говорю, есть очень много причин, или по решению суда, или по решению легислатуры штата, или по каким-то другим результатам отчета 18 декабря, то тогда возникнет ситуация, когда ни один из кандидатов не наберут 270 голосов, необходимые для победы, минимальные 270 голосов, и тогда это будет решаться в Конгрессе на заседании 6 января, причем голосование будет проходить таким образом, не все члены Конгресса будут участвовать в этом голосовании, а каждый штат, в котором представлены большинство от партии, будут выделять одного кандидата. на данный момент в 28 штатов в местном Конгрессе преимущество у республиканцев, так что вероятность того, что если эти голоса будут десертифицированы, то Трамп останется президентом еще на 4 года. Ну, на самом деле мы об этом уже рассказывали же и не раз, а есть с другой стороны допуск, что это случится, у нашей доблестной опять же мейстрим медиа в общем равен нулю, а может и минусовому значению. Они упорно настаивают, что все состоялось, что нарушений никаких не было существенных и следовательно Трамп не должен вцепиться так, как он вцепился за власть, а дать ее сказать спасибо большое и идти в сторонку. Вот, но, судя по всему, вот появилась интересная информация о том, что в случае все-таки поражения вот именно в день инаугурации он будет проводить собственный митинг, на котором он объявит о своих намерениях на счет 2020-20-20-24. То есть, ну, насколько это тебе кажется не фантастикой? Ну, я скептически к этому отношусь, потому что, знаешь, четыре года, это мне напоминает историю с Хаджой на Средином, когда он обязался выучить осла говорить в течение, по-моему, тоже четырех лет, если я не ошибаюсь, или десяти лет, но неважно. Объяснил он это очень просто. Так что здесь говорить о том, ну, это вообще, мне кажется, что это, даже если это и произойдет, ну и что дальше? Ну и что? Нет, ну тут главное, главное же вот в чем. Их задача показать уже неотвратимость прихода Байдена, понимаешь? Вот-вот же любые разговоры о 2024-20-24, это разговоры о том, что уже 2020-20 уже все решено, понимаешь? поэтому отсюда... Ну да, я понимаю, да, скорее всего это именно так, но тем не менее вообще средства массовой информации 92% уже в который раз я говорю сегодня, они мне напоминают ситуацию, которая была в Советском Союзе в июне 41-го года, когда Сталин получал чуть ли не каждый день по нескольких сводах от своих разведчиков и от представителей разведслужб, которые говорили ему о том, что Гитлер стягивает войска на границе, Гитлер уже начал всеобщую мобилизацию, что войска уже приблизились буквально там на километр от границы, и Сталин на все это говорил, это провокация. Не верю. И чем это закончилось, мы все прекрасно знаем, так что ориентироваться на прессу, тем более, если мы знаем, что это за пресса, не стоит так же, как и на мнение товарища Сталина в июне 41-го года. Ну, то дела уже минувших дней. Но, тем не менее, сходство всегда можно найти. Я хочу добавить еще вот интересную информацию, как раз во время рекламы я получил сообщение о том, что руководитель криминалистической экспертизы Рамсленд заявил, что допустимая федеральным законом погрешность при подсчете голосов любой компьютерной машины допускается в размере 1 к 250 тысячам голосов. А только в одном графстве антирим Мичигани в соответствии с криминалистической экспертизой обнаружено 68,05% нарушения. То есть, это вообще-то, знаешь, немножко несоответствует, скажем так. вот смотри, уже об этих цифрах кто уж только не писал. А любые люди, которые даже далеки от математики, они когда вот начинают смотреть, да, что происходило в ту самую ночь не длинных ножей, но чего-то такого больших махинаций, скажем так. так вот, они зиву даются, как такое, то есть, физически такое не могло произойти, но с другой стороны оно произошло? Ну, что я могу сказать на эту тему? В конце концов, можно объявить математику лженаукой, уже были же такие вещи, когда генетику лженаукой, генетику лженаукой. Не, ну, лже не лже, ты знаешь, противоположная сторона стоит именно на том, я понимаю их тоже, хорошо, они не любят Трампа, они вот всячески мечтали о том, чтобы его не стало после четырех лет правления, чтобы вернуть все на свои места, как они считают, но с другой стороны, когда ты сказал о том, что в большинстве они все понимают, что что-то было неправильно, что были какие-то нарушения и так далее, ты знаешь, люди очень себя умеют убедить в том, что ничего такого не было, и на черное показывать белое, на белое черное, то есть, по-моему, у них нету такого диссонанса душа. Я не совсем с тобой согласен, потому что я знаю, как действуют многие средства массовой информации, и знаю людей, которые работают в этих средствах массовой информации и в Америке, и в других странах, и в Израиле, и в России, и я могу сказать, что люди, которые зарабатывают деньги, получают за это что-то, зарплату большую, маленькую, неважно. Это не обязательно, что они верят в то, что они говорят. Большинство людей разумных понимают, что происходит на самом деле, но они выполняют свою работу, и я сейчас не то, что я их оправдываю, я просто консультирую факт. Я не про прессу. Да, ты не про прессу, а я просто закончу, и ты поймешь, почему я это сказал. Хорошо, но у нас есть... Я говорю сейчас про прессу, потому что именно эта пресса доносит до умов людей эту информацию. Все правильно. Так, давай примем звонок, хорошо? Добрый день, слушаем вас. Добрый день, Дра, добрый день. Я что-то не совсем до конца понял объяснение юристов о решении Верховного Суда отношения подачи своего клеем в Верховный Суд штата штата Титарса. Ну, смотрите, каждый так принимал Конституцию, так они отдают конституцию. Собственно говоря, заявление Техасовского это к тому, что они нарушили эту конституцию. И здесь они могут подать в суд в любой момент. Зачем они должны ждать, чтобы избрали, инаугуировали президента, а потом подавать. Там нет никакого времени, поэтому ничего не обусловленного по этому поводу. Кроме того, для них ущерб был, потому что они все должны были, все штаты должны убирать президента в равных условиях. А условия были неравными, ущерб был нанесен. Мне не все непонятно это объяснение. Что вы хотите сказать? Я хочу пояснить. Дело в том, что я никоим образом не оправдываю и не осуждаю решение Верховного Суда. Я просто объяснил позицию с юридической точки зрения, как не объяснили ее мои друзья. На данном этапе до тех пор, пока новый президент, новый или старый президент не принял присягу, ни один штат не имеет с юридической точки зрения, то есть он имеет право, то что мы видели, но для решения суда это не юридический аргумент. То есть принял, да, был подан иск Техасом, к которому присоединились еще 17 штатов, республиканских штатов, но ни один из этих штатов не являлся членам этих четырех штатов, против которых были выводы. Ну понятно, то есть они вроде как не пострадавшие, хорошо. На данном этапе не пострадавшие, а если Байден не будет президентом, то этот иск вообще не имеет смысла. А вот вернемся тогда к Бару, да, и вот тоже, если это рассмотреть, не с точки зрения, как он это попытался объяснить, а тоже с точки зрения вообще каких-то юридических процедур и оповещения общества о них, да? То есть это же рассматривалась не какая-то информация, которая Гриф совершенно секретно имеет, правильно? Ну он его то есть Никто не говорит о том, что он должен был в деталях сообщать какие-то результаты следствия или ход следствия, это вообще-то даже в смысле не только не разглашение тайны, а в интересах следствия не принято разглашать подобные вещи, но объявить о том, что начато расследование, что генеральный прокурор, тем более, что эта тема муссировалась, кстати говоря, на самом деле я хочу напомнить, что откуда вообще появилась первая информация о буризме, о связях Байдена и связях Хантера, с этим это все впервые было озвучено во время слушаний по импичменту президента Трампа, которые проходили в феврале-марте этого года, а следствие началось в мае месяце, то есть как бы на самом деле получается немножко абсурдная ситуация, что сами демократы запустили эту информацию и благодаря этому совершенно просто нелогическому и невозможному импичменту, который было очевидно, что шансов на то, что он будет принят в Сенате, не было абсолютно нулевые шансы, но тем не менее, именно благодаря бумеранг люди узнали о том, что такое буризма, откуда это появилось, и кто на самом деле имел отношения тесные финансовые с украинскими властями. Окей, у нас есть еще звонок, попробуем принять. Добрый день, слушаем. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы знаете, я понимаю, что юристы могут так сформулировать, что ни один нормальный человек ничего не поймет. Это я тоже прекрасно понимаю. Но вот я не вижу никакой ловики. Если приходит, скажем, негативно с мошенническими голосами к власти один человек, такой смутно тогда уже подавать иск в суд, когда уже ничего изменить будет нельзя. Никакой логики нет. Да, это абсолютно верно. Я просто говорю, что юридические зацепки, они бывают очень сложно. Я понимаю, юристов просто тоже знаю юристов, и прекрасно понимаешь, что там можно сформулировать что с левой стороны, что с правой стороны, как угодно. И так, что ни один нормальный человек это не поймет. Совершенно верно. Но здесь, если вы внимательно слушали нашу программу, я сказал, что мои друзья-юристы сказали, что если точно такая же жалоба, но там с небольшими добавками или исправлениями, пойдет непосредственно от имени Трампа, то тогда это будет иметь совсем другое юридическое значение, более сильное, потому что Трамп это именно тот человек, кто ущерб непосредственно. И насколько я знаю, в соответствии с последними заявлениями из штаба республиканской партии, этот иск готовится и возможно будет подан на днях. с другой стороны существует еще тогда у нас сразу встречный вопрос, а если это так, как вы сейчас сказали, то почему же этот иск не был подготовлен по крайней мере две недели тому назад, хотя все данные уже давно были, так сказать, так называемые видео и прочее, прочее. потому что этот иск должен был быть подан в Верховный суд, а до того, как да, я понимаю, но отклонение уже от команды Трампа, нежели к нашим гостям. Давайте следующий звонок примем. Да, давайте. Следующий звонок постеснялся и сбросился. Я просто хочу добавить следующего звонка, что здесь ситуация в принципе очень простая, как в любой стране, даже не всегда демократической, никто не имеет права подавать сразу в верхнюю инстанцию, в самую высшую инстанцию, то есть Верховный суд априори не принял бы такую жалобу, если бы она не прошла предварительные более низкие инстанции. Но мы об этом говорили неоднократно. Да, это просто элементарная субординация. в общем, такая процедура, она принята, и тут уже даже нечего добавить, независимо касается ли это выборов, или касается это каких-то преступлений иного рода, там, ну, вот так как-то все идет по ступенькам. Ну, в любом случае, исходя из всего того, что ты говоришь, понятно следующее, что, ну, как и Трамп заявил, мы это напечатали у себя в интернет-газете нашей континенте, что он абсолютно не прекращает свои, как бы, борьбы, и он, в общем-то, вполне оптимистично настроен. Так и так. Я, да, абсолютно так, я тоже оптимистично настроен, и я говорю тебе, что дело не только в Верховном суде, на самом деле, Верховный суд, это, вот, как, почему-то принято здесь считать, что это вот все, панацея от всех болезней, от всех напастей и так далее. Вовсе не так. У легисплатуры намного больше возможностей решить, кто победил в выборах, и это то, что происходит сейчас, то есть, судебные иски, они неминуемы, а шансы на успех, я бы сказал, в лучшем случае, 50 на 50, потому что суд всегда рассматривает обе стороны, и, кстати говоря, это тоже информация юридическая от юристов, что у потерпевшей стороны всегда больше шансов, и в этой ситуации, если суд исходит от республиканской партии против демократической партии, то в данной ситуации демократическая партия считается потерпевшей. Если же какие-то голоса будут отменены в этих штатах, то тогда, скорее всего, демократы подадут суд на республиканцев, и тогда уже республиканцы выступят в более выборах со стороны потерпевших. Так, у нас есть звонок, но, наверное, последний, и будьте покороче, пожалуйста, спасибо. Слушаем вас. А почему идут разговоры все время о каких-то военных трибуналах? Как это может заняться военные трибуналы? Спасибо. Как? Ну, военные трибуналы, вы знаете, это, я думаю, что до этого дела не дойдет. Чисто теоретически, я просто объясню, как. если в войне в стране вводится военное положение, то тогда начинают действовать военные трибуналы по законам военного времени. Вот, собственно говоря, очень короткий ответ, но, опять же, повторяю, что, боюсь, надеюсь очень, что до этого не дойдет, что все будет тихо, мирно, агрессивно. Да, хотя во многих комментариях многие наши читатели, слушатели очень так с большой надеждой говорят о том, что пишут, что не мешало бы вести и навести таки порядок, потому что ну, я опять, я придерживаюсь мнения, что мы сможем все-таки в Америке обойтись без мирным путем. Понятно, хотя мы знаем прекрасно. Хотя уже, как показывает реальная действительность, нам не удалось обойтись без тех происшествий, которые мы вот совершенно буквально недавно наблюдали в Белоруссии. К величайшему моему сожалению. Никогда не ожидал, что в Америке такое тоже может произойти. Ну, на самом деле может быть. И наверное уже так как мы буквально вот-вот выйдем из эфира, я хотел напомнить нашим слушателям, что ТВ-клуб Континент, запись очередная прошла, опять был интересный разговор с Михаилом Велером, и я думаю, что вам стоит послушать, те, кто уважает этого писателя, философа, кому интересно, ТВ-клуб Континент на Ютубе, а сейчас я благодарю Игоря Туфельда за участие в передаче, благодарю всех, кто нас слушал, не вешайте нос, все еще будет впереди, много интересного. Итак, до новых встреч. До новых встреч, и Кэпи Ханука.